На сегодняшний день у нас в списке полторы тысячи многодетных семей, 530 семей уже выбрали участки и идет процесс оформления земли. Уже в следующем году практически каждой многодетной семье удастся получить земельные участки. За дело серьезные. Помимо Краснохолма, Самородова, их предусмотрели дополнительно в других поселках, относящихся к областному центру. Это Нижнесакмарские пруды. В общей сложности более тысячи наделов. Участки оформляются, безусловно, в собственности. И возможность подведения коммуникации должна быть обязательно. По всем участкам у нас имеются тех условий от ресурсоснабжающих организаций, которые говорят, что возможность подведения есть. Возможности есть, коммуникаций пока нет. Увы, не ко всем участкам сегодня подведены инженерные сети. Потому реально строиться решают немногие. Но из тех, кто рискнул и возвел дом, порой годами приходится ждать блага цивилизации. Вот так мы вместе с животными нашими домашними приходим на наш водопой. О своих житейских неудобствах Евгений Николаев жаловался в сентябре прошлого года. Его большой семье достались сотки в поселке Чистый Оренбургского района. Водонапорная башня и колонка практически единственные источники воды. Хотя водопровод им обещали провести еще в 2013 году. Что дальше интересно будет, когда все это замерзнет, колонку, соответственно, ликвидируют, демонтируют. Где нам морозы брать в воды? И вроде бы казалось, что ситуация пошла на улучшение, когда в поселке появились бригады с техникой. Новые трубы проложили, но воды как не было, так и нет. И за водой ездят на саночках, на машинах возле газовой колонки. Там колонку поставили, водяную колонку. Все туда ездят, набирают. Дешевая земля всегда так. Для администрации районов, как и в городе, главной проблемой остается финансирование таких проектов. Ведь чтобы обеспечить новые наделы, инфраструктурой необходимы несколько миллионов рублей. Денег в бюджете не хватает. Впрочем, в мэрии заверили, что этим вопросом сейчас активно занимаются. И в ближайшее время постараются эту острую проблему закрыть. Муниципальное образование города Оренбург вошло в программы по всем, так скажем, объектам жизнеобеспечения. Газ, вода, электроэнергии. И по проектированию, и на софинансирование по строительству в областные программы. Поэтому процесс здесь идет, никто не останавливается. Екатерина Волкова, Виктор Горшнев. Наше время.